Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 1 июля 2020 года. Сегодня плебеи проголосовали за свои поправки по плебисциту. Не надо обижаться на слово плебеи, потому что голосовали в плебисците именно плебеи за поправки. А в этом видео короткое обзорное из Большой Советской энциклопедии что такое вечное право в Советском Союзе, в СССР и что такое это право в капиталистической эрефии. Мы сейчас разберем, для чего я делаю такие короткие видео, для того, чтобы впоследствии можно было понять и обратиться от целого к частному, чтобы легче было найти необходимый элемент и объяснить его. Например, что такое вечное право. Вот, пожалуйста, будет видео, что такое вечное право. Хорошее слово вечное, почти вечное право. Итак, вечное право, субъективное гражданское право, разновидность имущественных прав. Объектом вечного права является индивидуально определенная вещь, то есть вещь, обладающая особыми, присущими только ей свойствами. Вечное право обеспечивает собственнику возможность непосредственного воздействия на вещь. Он не нуждается в чьих либо действиях для осуществления владения, пользования и распоряжения вещью. Вечное право относится к числу абсолютных прав. Это означает, что субъекту вечного права противостоит неопределенной числу лиц, обязанных не препятствовать осуществлению его права. Эта обязанность всегда состоит в воздержании от действий, мешающих осуществлению вечного права. В советском праве к числу вечного права относятся право собственности, право оперативного управления, право бессрочного пользования землей. Все виды и содержания вечного права определяются социалистическими производственными отношениями, господствующими в СССР, определяются социалистическими производственными отношениями, господствующими в СССР. Вечное право пользуется абсолютной защитой, оно охраняется с помощью вечных исков, направленных на возвращение вещи и с требованием ее. Смотрите, виндикация, иск негаторный. Это действует и сегодня, и в РФ существует вот этот иск негаторный, то есть вечное право. Для охраны вечного права может быть предъявлен и иск о возмещении убытков, если вещь уничтожена и не может быть возвращена в натуре. Вечно правовые элементы характерны для других видов субъективных гражданских прав, то есть залога и иных обязательственно правовых отношений, найма, хранения и другие. В гражданском праве буржуазного государства существует несколько видов вечного права, важнейшим из которых является право собственности. Кроме того, известно следующее вечное право – право пользования чужой вещью с извлечением из нее доходов, то есть так называемый УЗУ-фрукт, Франция, Италия, ФРГ, сервитуты, например, право прохода или проезда через чужой земельный участок, то есть РФ, находясь незаконно на территории Советского Союза, использует территорию Советского Союза, обвязано платить деньги за эксплуатацию территории Советского Союза, поскольку в современных сегодняшних поправках только сейчас, спустя 30 лет, Российская Федерация вдруг заявляет себя право преемником Советского Союза, значит 30 лет она использовала территорию Советского Союза безвозмездно, просто так, на халяву. Она обязана по закону заплатить, заплатить советским гражданам, но для этого нужно истребовать иск, насколько я понимаю. Я не юрист, я просто разбираюсь. Я полагаю, что советским гражданам, особенно те, которые разбираются в юриспруденции, следует обратить внимание на эту информацию по вечному праву. Все виды и содержание вечного права определяются социалистическими производственными отношениями, господствующими в СССР и пользуются абсолютной защитой, а самое главное право бессрочного пользования землей. То есть Российская Федерация не имела никакого права каким-то образом распоряжаться в своих собственных интересах землей Советского Союза, теми же колхозами, совхозами, производствами, заводами, то есть территорией вот этих вот заводов, производств. Право бессрочного пользования землей. Бессрочного пользования, то есть вечного пользования землей закреплено за советскими гражданами. Но, по всей видимости, плебеям это не нужно, вечное и бессрочное пользование землей. А вот советским гражданам нужно, я думаю, советские граждане должны спросить тех, кто незаконно занимает территорию Советского Союза. Что тут еще? Вечная повинность ФРГ, право на периодические натуральные или денежные выплаты с определенного земельного участка. Все эти вечные права могут возникнуть либо в силу заключенного собственником договора, насколько я понимаю, никакого договора у Советского Союза с Российской Федерацией не существовало и быть не могло, потому что это было незаконное и насильственное свержение конституционного советского строя, расстрел парламента Ельциным, либо на основании распоряжения наследодателя договора, заключенного предыдущим собственником имущества и так далее. Есть у нас договор предыдущего собственника УРФ, есть договор предыдущего собственника Советского Союза. Где преемственность? Где документы о передаче прав земли? Где у советских граждан, напоминаю, право бессрочного пользования землей? Соответственно, все действия сегодня на территории Советского Союза какими-то этими ООО-организациями незаконны. В гражданском праве Великобритании и США все виды вечного права, за исключением права залога, рассматриваются как разновидности права собственности. Вот они нам по римскому праву разновидности права собственности и втюхивают совершенно незаконно. Вот о чем говорит этот маленький сюжет Большой советской энциклопедии 1975 года. Всех благ! Распространяйте это видео, пускай как можно больше советских граждан будут знать информацию, потому что не у всех она есть под боком и не все ее показывают. Читайте, изучайте, подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ! С вами был Игорь Негода.